Доброе утро, уважаемые друзья! Доброе утро, уважаемые друзья! И выйти в первую лигу, друзья! Аплодисменты! Ну и перед тем, как вы уже поближе познакомьтесь с командой, я предлагаю посмотреть на этот экран и увидеть лучшие моменты этого сезона. Итак, друзья, смотрим внимательно на экран. Доброе утро, уважаемые друзья! Доброе утро! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 ЗАТОЛЖЕНЬ КОНЕЦ КОНЕЦ РОСКЛЕЙ ЗАТОЛЖЕНИЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Очень приятно и клубу, и футболисту, то, что у нас такой болельщик. И я, как президент, всегда приветствую нашего болельщика, потому что независимо от того, в какой линии мы находимся, независимо от того, получилось и красиво, и получилось. То есть вы нас поддерживаете, и мы стараемся не ударить в поле или как-то газон лицом, а стараемся, и особенно в этом сезоне у нас получается многое, благодаря в том числе и вашей поддержке. Я хочу еще раз, чтобы вы аплодисментами поддержали нашим болельщикам. Несколько слов о том, что у нас... Как и на сегодняшний день ситуация в клубе. Вы знаете о том, что мы провели полноценных четыре сбора. Три из них в Турции и один сбор в Евпатории. И я думаю, что те задачи, которые ставил передо мной главный, время мы их выполнили. А уж как плодотворно-неплодотворно, он сам расскажет, наверное, о тех сборах, которые прошли. И мы с вами уже в ближайшем будущем, в ближайшем пятницу посмотрим ту игру, которую мы хотели бы увидеть от наших футболистов и поддерживать ее. Задача, как уже ведущий сказал, была и остается. Занять первое место. Для этого у нас есть все. И финансирование, и коллектив уже вот такой серьезный, который готов бороться уже в ФНЛ. И, понятно, наши любимые болельщики. К сожалению, у нас не обошлось и без травм. К сожалению, и Коля Куляев, он уже очень грустный. Уже очень грустный. Надеемся, в этом сезоне уже он покажет с вами все столь будет радовать нас с вами и голевыми передачами Гавайи. К сожалению, в период сбора получали травмы наши ведущие футболисты, но в основном сегодня они практически в строю. И надеемся на то, что этот период наших календарных игр мы обойдемся все-таки без травм. По поводу того, что в дозаявочный период, вы помните, что мы дозаявили молодых наших футболистов, двух, которые перспективны, и мы их будем откатывать. Мы дозаявили Андрея Морнина, профессионал своего дела. Мы заявили Захарова Женю, который ранее играл в Пензе, достаточно перспективный футболист. Надеемся, что он и поможет нам в этом сезоне, и вырастет в хорошего, перспективного, профессионального футболиста. И на флажке уже сейчас мы записали контакт с нашим воронежским футболистом, который ранее играл. Чертанов, Влад Пашин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, главный директор Магиа, парни Терескозь, огромное профессионально. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну, здесь в основном следует... Евгений Михайлович сказал о многих аспектах, связанных с изменениями в Каганде, той программой, которая стоит, той задачей, которая стоит. Единственное, что мне хотелось бы... Хотелось бы мне от руководства команды, от клуба, от ребят, начать с того, что... Повториться немножко то, что сказал Евгений Михайлович. Спасибо огромнейшее вам, болельщикам, преданным болельщикам команды «Факел», «Болельщикам, которые очень тонко разбираются в футболе ЦФ, в футбол, которые мы считаем, что одни из лучших, если не лучших, я имею для этого право, потому что я работал в других регионах, в других командах, и это действительно так. И мы чувствуем эту поддержку. Мы понимаем прекрасно, что футбол без болельщика – это пустая затея, и все мысли, помыслы о том, что мы играем для вас, ради вас, чтобы понимаем, что эмоциональный фон, приходя с игр в своей семье, либо на следующий день на работу, вы должны нести позитив. А чтобы был позитив, значит, вы должны получить эмоции от игры команды и от ее результата. Что касаемо результата, то с первого дня работы создавая этот коллектив, потому что в межсезоне в прошлом году была большая ротация состава, многие ребята ушли из команды по разным причинам, многие пришли, и пришлось создавать коллектив, скажем так, в очень сжатые сроки, в связи с тем, что очень маленькие перерывы между окончанием чемпионата в весенней части и начало чемпионата следующего. Задача была, стоит, есть и будет, и мы ее, вне всякого сомнения, выражаем мнение всего коллектива, руководства, что команда решит поставленную задачу выхода в футбольную национальную лигу, чтобы вы смотрели уже футбол другого уровня, команда к этому готова, готова. И вот та работа, которая началась в прошлом году, мы считаем, что достойно летний осенний отрезок чемпионата провели, да, были какие-то игры более яркие, были игры, скажем так, на результат, не совсем убедительные, но главное у нас сейчас – это решение задачи, первое место и выход в футбольную национальную лигу. Что касаемо работы, проведенной в этом сезоне, ну а ротация в составе Евгений Михайлович уже сказал, хотелось бы, еще раз повторяю, от ребят, именно здесь уже от ребят, выразить огромное благодарность руководству клуба, президент, генеральному директору всех сотрудников клуба, за то, что нам были созданы все условия для плодотворной подготовки в этих сложных экономических условиях, вы знаете, кризис в стране, сложное условие, но тем не менее, для примера могу вам сказать, что мы провели четыре полноценные сбора, четыре полноценные сбора, не все команды премьер-лиги могли позволить такие вот, такой рост для себя, ну вот, например, допустим, Московка, например, мы провели два зарубежных сбора, два сбора здесь, в стране, хотя вот и третий был спланирован, но мы сознательно пошли, и я попросил у руководства клуба третий сбор, ну скажем так, сменить место на дислокации, здесь проводили, потому что первый сбор был связан с тем, что была такая много неспецифической работы, закладывался фундамент функциональной готовности, и мы проводили его в Сочи, а так команда «Торпеда» московская проводила сборы в стране у нас, здесь пульский арсенал, все, поэтому условия были все созданы. Вся эта программа, которая была намечена, мы ее выполнили где-то с небольшими-небольшими корректировками, связанная с тем, что, ну, где-то погодные условия решались, где-то спарринг поменялся, но это частности, которые по большому счету не отразились на качестве подготовки к чемпионату. Я считаю, что команда готова к чемпионату, готова. Хотел бы ребят поблагодарить за профессиональные отношения, за понимание задачи, стоящие перед клубом, перед командой, перед регионом, и, самое главное, ответственность перед вами. Это была тяжелая работа, но ребята очень профессионально отнеслись к этой работе, за что мы им очень благодарны. К великому сожалению не обошлось у нас без каких-то, ну, скажем так, негативных моментов, связанных, Евгений Михайлович, как сказал уже некоторые моменты, связанных с травмами. К сожалению, чемпионат не сможет начать у нас Юра Тубровин, у него пропустил сборы, и в ближайшие дни стоит ему операция на коленостопе, там у него плюс него, проблема с плюсом рекурсии. И, к великому сожалению, Володя Татарчук, который восстановился после травмы, начал уже занятия в общей группе, рецидив старой травмы, поэтому тоже проблема. А так, все остальные ребята, которые внесены в заявку, на сегодняшний день готовы, работают в общей группе. С 3-го числа мы приступили уже непосредственно к подготовке к первой календарной игре в Липецке, которая стартует мы с 10-го числа, вы прекрасно что-то знаете, с 10-го числа в 17-го поездной игрой в Липецке. Хотел СБ вам всем пожелать здоровья, успехов. Вижу в первых рядах заслуженный наш ветеран. Всех с наступающим праздником Великой Победы, с 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мирного неба над головой. Мирного неба над головой. И болейте на здоровье за команду факторов. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, у меня была возможность задать свой вопрос главному тренеру. А сейчас я попросил бы президента и главного тренера подойти вот к этому столику, где лежат шарфики и мячик. Итак, друзья, сейчас мы будем с вами приветствовать футболистов. Итак, внимание. Факел образца весны 2015 года. Вратарь Александр Каблиров. Игровой номер 30. 31 год. Предыдущий грудь. Лучший летний Владимир Восток. Факелец июля 2014 года. Аплодисменты. Вратарь Александр Саутин. Игровой номер 1. 27. Предыдущий грудь. Лучший летний Владимир Восток. Факелец июля 2013 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Вратарь. Дмитрий Кириновский. Игровой номер 16. 21. Воспитанник Факела. В основной команде Сандрея Абинцева. АПЛОДИСМЕНТЫ Игровой номер 25. 32 года. Последний клуб. Уран Свердловская область. Факелец июля 2013 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник Витрус Троев. Игровой номер 26. 28 лет. Последний клуб. ТОРТОРШ. Факелец июля 2013 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник Сергей Бупилин. Игровой номер 21. 28 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Предыдущий клуб. Хорнил Белго. Факелец января 2014 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник Александр Усиленко. Игровой номер 4. АПЛОДИСМЕНТЫ 28 лет. Последний клуб УФА. Факелец августа 2014 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник Иван Традников. Игровой номер 8. 28 лет. Предыдущий клуб нефтехимик Нижнеканск. Факелец июля 2014 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник Павел Могилевский. Капитан команды. Игровой номер 23. 34 года. Последний клуб. Лучше вернее противосто. Факелец июля 2014 года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник Дмитрий Тихий. Игровой номер 27. 22 года. Предыдущий клуб Аладьи и Владикавказ. Факелец сентября 2014 года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дмитрий Егоровов, игровой номер 77, 20 лет, последняя команда Сибирь-2 Новосибирск, в фокеле Саиле, 14-го года. Полузащитник Андрей Мурнин, игровой номер 70, 27 лет, предыдущий клуб Торпе-Неградская область, в фокеле Саиле, 15-го. Полузащитник Евгений Захаров, игровой номер 20, 20-го года, последний клуб Зенит-Пенза, в фокеле Саиле, 15-го. Полузащитник Георгий Батяев, игровой номер 88, 18 лет, выпускник фокусы Академии Диана Москва, в фокеле Саиле, 15-го года. Полузащитник Владислав Паршиков, игровой номер 36, 19 лет, воспитанник в фокеле Саиле, 15-го года. Полузащитник Евгений Щеголев, игровой номер 15, 23 года, воспитанник в фокеле Саиле, 15-го года. Заявки первой команды Саиле, 13-го года. Полузащитник Артун Араздамян, 17 лет, воспитанник воронежского футбола, выступает за молодежью команды Саиле, 15-го года. Полузащитник Глеб Яжаков, 20 лет, воспитанник воронежского футбола, заявки первой команды Саиле, 15-го года. Полузащитник Ильнур Альшин, игровой номер 10, воспитанник в последней команды молодежки Саиле, 15-го года. В фокеле Саиле, 13-го года. Нападающий Алексей Туник, игровой номер 92, 19 лет, воспитанник в фокеле Саиле, 14-го года. Нападающий Вячеслав Сушкин, игровой номер 11, 24 года, предыдущий игру Минара Санкт-Петербург, фокеле Саиле, 14-го года. Нападающий Антон Заволотый, игровой номер 14, 23 года, последний клуб Уфа, в фокеле Сентября, 14-го. Нападающий Дмитрий Мичуренко, игровой номер 99, 19 лет, предыдущий команды молодежки Казанского Рубина, фокеле Саиле, 14-го. Нападающий Михаил Бирюков, первой номер 17, 29 лет, лучший под фокеле Саиле, фокеле Саиле, Центр Викторского сезона, 14 забитых мячей, фокеле Саиле, 14 лет. К сожалению, отсутствует из-за травмы, но всеми мыслями с нами. Давайте им тоже поаплодируем. Полузащитник Юрий Дубровин, игровой номер 5, 30 лет, фокеле Саиле, 13-го года. Отсутствует из-за травмы, но всеми мыслями здесь и с нами. Полузащитник Владимир Татарчук, 27 лет, фокеле Саиле, 13-го. Аплодисменты. Нам далее хотелось бы перейти к тренерскому штабу нашей любимой команды. Друзья, бурные аплодисменты. Начнем с главного тренера. Павел Пантелеич. Будьте аплодисменты. Тренер. Игорь Федорович Хоккеев. Аплодисменты. Тренер вратарей Руслан Зубьевич. Аплодисменты. Аплодисменты. Начальник команды Михаил Иванович. Аплодисменты. 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 Врач команды Олег Литрович Голубев, врач-реабилитолог Павел Егорович Писькуров, массажист команды Владимир Якуши, администратор команды Руслан Таратукин, администратор команды Олег Поляков. Ну и наконец, еще раз уважаемые друзья, президент нашей команды Евгений Михайлович Сибиргин. Друзья, перед тем, как нам с вами перейти в неформальные части нашей встречи, к общению с командой, с тренерами, я хотел бы отметить 9 человек, которые в этом году были на всех играх любимой команды, друзья. Они были дома, они были на выезде, они были на кубковых играх. Своих так называемых золотников факел по традиции решил отметить особо. И все эти герои прямо сейчас приглашаются на сцену. Вот их имена. Дмитрий Самойлов, Андрей Котишок, Михаил Копытьев, Никита Пахов, Анна Игнатова, Александр Выставкин, Сергей Леденев, Антон Ерин, Денис Глушев, с аплодисментами. Выходите вот сюда, пожалуйста. Сюда, поближе. Друзья, я хотел бы попросить президента нашей команды и главного тренера наградить этих удивительных людей, которые все матчи были с этой командой. Друзья, аплодисменты! За руки-ка! Специальные подарки от клуба. Игровые майки с номером 12 на спине, а также клубные шарфы. Аплодисменты! 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 Игровые майки с номером 12 на спине, а эту места уникайм, играют по комерии от клуба, играют по комерии от клуба. И так, ну, я думаю, что кто-то из вас что-то скажет, какое-то напутствие любимой командии, какое-то напутствие болельщиков, кто из вас возьмет приветственное слово? Здравствуй. Ну, что могу сказать? Мужики, гоняйте моего езда. Я в такой раз там бывал, знаете, что это прекрасное занятие, это метай, бывает скучно. Команде хотелось бы пожелать параллельно в этой весенней стадии нас 30 очками. Внутри уже заработали, 5 июня, так было бы. Вот, осталось 27 набров. В общем-то и все. Аплодисменты, уважаемые друзья. Я думаю, что к золотнякам можно присесть. Спасибо большое еще раз, друзья. Аплодисменты, удобные. Самым преданным болельщикам, которые не проникают ни одного матча любимой команды. Но далее совсем уникальный случай, совсем уникальный болельщик нашей команды, который посещает наш стадион уже в течение 65 лет. Это Николай Тихонович Челков. Тот самый человек, который самому сопровождал на стадион легендарного слепого болельщика нашей команды, Стефана Иосифовича Матраченко. И рассказывал ему о том, что происходит на фоне. Друзья, аплодисменты Николая Тихоновичу. Он поднимается на эту сцену. После 65 лет, наша целая жизнь. Добрый день, друзья. Я отношусь к той категории болельщиков, которая называется фанатично преданные. Фанатично преданные своему воронежскому полу. Воронежским командам, ну, по моей памяти, на моей памяти, начиная с Динамо, Кто помнит, трамваи, едущие по городу в ту сторону, где мальчий, Помнят, что собой представлял транспорт. Облепленные сверху донезу, вовнутрь уже не пройдешь. Трамваи шли и шли, туда и обратно. Среди нас сегодня присутствуют разные типы болельщиков. И тихие, и смирные, и очень бурные, можно сказать. Ну, понимаете, какие. И тихие. Я, наверное, отношусь к какой-то средней категории. Но самым выдающимся среди нас болельщиков является Степан Ось Патраченко. Он среди нас, хотя и его нет уже восемь лет. Когда я появился впервые в его доме, Лидия Федоровна, его супруга, обращаясь ко мне, говорит, Николай Тимович, вы его крепко держите. Он от вас может выпорвать. Но оказалось, что он тихий болельщик. Но это только казалось. Он был внутренне ураганным болельщиком. Он переживал так же, как и мы. Наверное, зрячие не переживали. Мои сообщения были, конечно, скупые, потому что нельзя было мешать рядом сидящим. И в то же время нельзя было и отвлекаться по ходу игры от событий. Он воспринимал это как зрячие. Ну, немножко истории. Он еще до войны играл в футбол в наших воронежских командах. Приехав на учебу, сюда к нам в военную школу готовили разведчиков. Причем специально разведчиков особого рода. Финская компания. Он тяжелораненый теряет глаза. В течение года борются за его глаза и за его жизнь ленинградские врачи. Не удалось. Приезжает по получению на девятом месяце лечения. А до этого истосковалась любящая его девушка, Лидия Федоровна. Где человек? Куда делся? Они познакомились со всем перед уходом на службу в армию. Но оказалось, это знакомство стало любовью. И она, получив письмо перед выпиской, когда он написал, действительно свое состояние описал. Я слепой, нужен ли тебе? Через три дня она у него в палате. С этих пор они вместе. Товарищи, давайте помянем светло, тем более сейчас, в дни, когда страна находится в 70-й годовщине, этого выдающегося болельщика, беспримерно редкостного, вообще в нашей болельщикой жизни, Степана Клощева, Батраченко. Вставание. Спасибо. Немножко себе. Из 85 лет проживших, я считаю, 75 лет болельщиков. Ну, болельщик, наверное, средний, хотя и очень близко к сердцу, принимаю все, что происходит на боли, и особенно, что происходит в нашей команде. Я преданный, фанатично преданный болельщик. Даже в плохом состоянии, когда супруга, мыслишь и дом, уже 65 лет, у нас пятеро внуков, шестеро правнуков, не пускает меня. Ну, куда? Разве тебя удержишь? Ты, наверное, на футболе умрешь. Так вот, много... Откуда появляются такие болельщики, как мы, сидящие? Все-таки, я скажу, мы появляемся во дворах, на улицах каких-то таких небольших, совершенно не футбольных местах. Это болезнь, я бы сказал, зараза, заразная болезнь. И она возникает по существу с пеленок, с детства. Вот я с 10, да нет, с 8, наверное, с 7, так примерно лет, наше село Коль-Голодость, очень футбольные пакеты военным временам, ведь это редкостный вид спорта, был в селе. Но у нас в селе этот вид спорта был действительно выдающимся. Там три обхоза, совхоз, техникум, несколько школ, две футбольных команды до войны уже, сельская, а получшая, замечательная, считалась грозой в округе, начиная с Липецка, Смельца и кончая Задонском и Рамунию. Студенческая. В техникуме тогда до войны учились в основном украинцы. Это киевляне, Житомир, Полтава, Белая Церковь, я помню. Носили какие-то странные для нас лебедишек сельских имена. Юзев, Платон, Сократ. Это же потом я узнал, кто это такие люди. Это была замечательная гамма футбол, когда объявление вывешивалось по селу, становилось праздником. Замечательный вид спорта, которому мы служим. Я, верно, наверное, и по справедливости получал такую любовь. Так как сейчас эта любовь в моей душе продолжается. Спасибо. Много моментов в памяти. И, как впервые, мы почти могли победить команду Мосбаса, когда наша команда города Воронежа, составленная, кстати, честность из игроков, крыльев Совета, в Кульбышевске, почти мало победить. Не удалось. Но зато, какой раносный день был на Пещенке тогда, мы увидели хороший футбол. Родоначальник нашего нынешнего футбола. Но нет, уже мало нам того футбола. Нам нужен футбол совсем иного класса. Вот этот класс мы видели в первом издании, когда командный руководил наш слабый, замечательный тренер, Неменко Валерий Георгиевич. Мы ходили в те времена на футбол, как в театре. Эта игра носила действительно театральное какое-то зрелище. Как замечательный футбол. Тресты наша любимая выходила в люди. И очень мы горько, болезненно переживали уход, расставание с Высшей Либой. Но мы всегда верили, придет праздник на нашу улицу. Мы вот сегодня сидим и все в душе верим, что наша команда, вот сидящая здесь, может и должна повторить путь. Тульских арсенальцев сразу в этом году войдя и в Первую Лигу, и сразу в Высшую Лигу связи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нам такой путь не нужен. А я сказал, что мы не можем повторять больше тех путей, которые наш факел прошел. Мы не должны больше допустить этого. Вот за что я буду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что касается определения победителя, то у нас есть компетентное жюри в виде президента и главного тренера. Вот как они решат, тому мяч этот футбольный не достанется. Ну а сейчас, друзья, время вопросов, время неформального общения. Пожалуйста, микрофоны работают. Подходите и задавайте свои вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, друзья, с тех пор, как я стал водить на футбол всего ночи, я не плачу. Мы, конечно, с ним понемножку после футбола отмечаем веселого карматика. Первый вопрос про факел, второй немножко нет. Первое, значит, что касается нашей команды, в перспективе, надеюсь, да, гипотетически, мы, если мы выходим в ФНЛ, вы неоднократно в своих интервью заявляли, что селекционная работа ведется постоянно. То есть независимо, идет трансфер на окно или идет сезон. Хотел спросить у вас, есть какие-то планы на будущее формирование команды, касаемо каких-то, может быть, иностранных игроков? И вот вы, как тренер больше, к какой школе склоняетесь? То есть, может быть, там, южноамериканская, балканская или там постсоветская школа? Ну, то, что касаемо первой части вопроса, это действительно так, что руководство клуба постоянно ведется в лицовую работу. Но я хочу сказать, что, естественно, что в футболе ротация неизбежна, неизбежна. Но хочу сказать, что ребята, которые вот здесь сидят, мы свято верим в их игровые и человеческие качества. У нас очень хороший коллектив, микроклиматисты, что какие-то усиления каких-то позиций, которые мы посчитаем нужными, они будут. И мы ведем эту работу. Но верим в потенциал этих ребят, которые... А то, что касаемо какой-то школы, я приверженец одной, я выходец из Советского Союза. И школа советская, она была в то время чемпионат Советского Союза, один из сильнейших чемпионатов в Европе. Да, в пятерку точно обходил все. Поэтому я не стараюсь каких-то взглядов, человеку стараюсь взглядами. Но есть определенные свои принципы, которые я обстоя в своей работе. Я понял, спасибо. И второй вопрос, и мне пара факту. Вы работали в «Динамо» Санкт-Петербург. Ну, футбольный мир наверняка отечественный. Вы наверняка кого-то знаете из команды ТОСНО, да? Может быть, кого-то из руководства или администрации. Вот хотелось задать вам вопрос. Как вы считаете, как команда без инфраструктуры, без стадиона как такового, абсолютно без болельщика, находящаяся просто в деревне под Санкт-Петербургом, бьется за выход в высшую лигу вполне успешно? То есть у них есть все шансы. Вот как так получается? Ну, первая часть вопроса знаю. Ну, знаю, да, я и главного тренера приведу, знаю, и ребята, которые в свое время у меня играли в Екатеринбургском Урале, это и Берхам, и Бачков Андрей сейчас в составе, и многих других ребят знаю. Но мое твердое убеждение, команда, петендующая на что-то серьезное и не имеющая инфраструктуры, это проект безперспективный совершенно, безперспективный. Ну, та ситуация, которая сложилась в Тосно, есть, скажем так, богатый человек, который решил вначале сделать, наверное, ну, я бы не сказал долго такое слово, игрушкой, ну, захотел иметь команду. Дальше плага ставится. Что будет дальше? Ну, я считаю, что это путь в никуда. Для того, чтобы создавать серьезный клуб, нужно реально смотреть на вещи, да. Первое, что должно быть, составляющая первая. Это инфраструктура, качественные условия для работы основной команды. И, естественно, должна быть выстроена определенная вертикаль, начиная с основной команды, заканчивая детскими командами. И подпитка должна идти оттуда, со школы. Ну, это длинный путь, но он правильный. Вот по этому пути идет сейчас Краснодар. Вне зависимости от того, что у них там большое количество иностранцев, это понятно, чтобы привлечь зрителя, ларьбанца своего зрителя в условия. Например, Краснодар имеет две команды в премьер-лиге, да, за своего зрителя. Ну, там правильный путь, создаются все условия. У них лучшие условия, ну, пожалуй, в Европе, наверное, нет таких условий. Которые имеются на сегодняшний день в Краснодаре. И те результаты, которые они сегодня показывают, да, результаты для работы. Я понял. Спасибо за ответы. Всем здоровья, Владимир Владимирович. Спасибо. Друзья, следующие вопросы. Меня зовут Сергей. Вот, у меня даже не знаю, как это, вопросы или предложения. Все, наверное, здесь присутствующие помнят замечательный сезон, когда была прекрасная традиция после каждого выигранного команды матча устраивает на стадионе небольшой салют. Вот, и люди, даже которые не присутствовали на футболе, видя ракеты в небе, знали, что любимая команда победила, и весь город просто праздновал, учил, радовался. Может, в этом сезоне тоже стоит возродить эту традицию, несмотря на всякие такие финансовые кризисы, хотя бы небольшой устраивать. Сергей, 62 рубля за евро. Это год, что сегодняшний день, какие салюты. Радость, она бесценна. Ты не выбирай! Евгений Хачой, наверное, нет. Сергей, на самом деле, вот это предложение имеет место быть, но очень много предложений у меня, звонки были на мой телефон от болельщиков. Есть вопросы, связанные с тем, что кому-то не нравится номер. Да, вот давайте сделаем номер на футболках, который был там 3 года или 5 лет назад. Я считаю, что давайте мы этот сезон, когда мы его начали вот так вот, как есть, закончим. Победный салют будет. Будет срезали до последней игры. А там все пошли. Спасибо, Сергей. Добрый день, меня зовут Евгений. Прежде всего, хочу поблагодарить команду Тренерский состат за хорошо победенный первый отрезок чемпионата. Вопрос мой будет президенту клуба Евгений Михайлович. Скажите, пожалуйста, как известно, что губернатор и правительство Ларминской области решило прекратить финансирование игровых видов спорта 2016 года, вот так как мы мыслями и сердцем мы хотим быть в ФНЛ. Естественно, география большая, естественно, затраты большие. Есть ли у президента клуба, у попечительства какого-то совета, какая-то финансовая программа, чтобы факт выйдет все-таки, надеемся, ФНЛ не остался на затворках и по финансовым причинам не учатся его бака, а выбор кубата. Ну, конечно, сегодня нынешняя ситуация страны, и в принципе, многие предприятия желают быть лучше, но ссылаясь на то, что губернатор решил прекратить, не губернатор решил прекратить, а есть законодательство, которое с 2016 года запрещает финансировать из бюджета всех уровней профессиональной группы. Поэтому сегодня идет постепенное снижение финансов из областного бюджета, но наряду с этим параллельно идет пополнение других источников. То есть сегодня дополнительно отличается. Есть спонсоры, которые заменяют тот объем финансирования и тот объем, который необходим для решения задачи и функционирования клуба в том ключе, в котором видит его и губернатор, и спасибо ему огромное за то, что он очень внимательно подходит к всем проблемам, которые существуют. И то, что мы полноценно провели сегодня четыре сбора, уже начиная с того момента, когда финансирование примерно половины областного бюджета сокращено, но я думаю, что ни клуб, ни вы не почувствовали, что что-то не ладно. Поэтому я надеюсь и уверен в том, что при нынешнем губернаторе, при его подходе к проблеме футбола, та ситуация, которая есть, она будет сохраняться, и ФНЛ, дай Бог, чтобы мы вместе с вами вышли туда, мы не будем бороться за выживание, а будем стремиться к тому, чтобы создать крепкий коллектив, который уже способен был идти дальше, повышать свой профессиональный уровень. Спасибо. Всем большое спасибо. Давайте тогда подфильм. Здравствуйте все, Евгений Михайлович. Еще один вопрос в планах. Всем прекрасно известно, что наша страна, Россия, в 2018 году будет принимать все чемпионат мира. И Воронеж, как город, будет... У нас по последней информации два стадиона Воронеж будет реконструироваться. Евгений Михайлович, я думаю, для всех болельщиков Воронежа один из самых интересных вопросов. Но есть ли такая возможность, что, может быть, один из этих стадионов при дополнительном финансировании может позволить, как чисто футбольный стадион, затем принимать игры воронежского факела? Или как-то вот какой-то таки найти... Я думаю, не исключаем вот такую возможность. В зависимости от того, какая будет реконструкция. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока не понимаем, что это будет. Поэтому, конечно, не исключаем такую возможность. И дай Бог, чтобы это произошло. Мы будем только сами. Спасибо большое. Юрий Варевич, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Олег. У меня три вопроса. Один у тренера, у другой у футболиста. Стрейнер начнем. Начнем с какого? Стрейнер. По какой причине вы проиграли так первым? По объективной или по субъективной? Ты как считаешь, честно скажи, по какой причине? Вот тебе даже подсказывают. По объективной или по субъективной? По объективной. По объективной. Согласен с тобой. Проиграли. Поверь мне, что мы очень хотели выиграть эту игру. И ребята делали все для того, чтобы выиграть эту игру. Ну, к великому сожалению, наверное, не совсем не наш день был. Хотя при совершенно качественной игре, да, и были в основном, присутствующие в этом зале были на этой игре. Команда показала очень хорошего уровня игру. И мы очень хотели выйти в следующий игру и встретиться с командой ЦСКА. Очень этого хотели. Ну, а так бывает все. Разницы, наверное, никто не почувствовал. И в многих комментариях отмечалось, что непонятно, где команда второго дивизиона, где команда премьер-лиги, да. Мы проиграли. Мы не проиграли. Мы уступили в дополнительное время. В основном время мы не проиграли эту игру. Но мы считали, что мы эту игру выиграли. Выиграли. Почему? Потому что те эмоции, которые были у вас в искусствующих болельщиков, да, то количество зрителей, которое собралось, как мне сказали, что на игре сборной России с Бельгией, пожалуй, было больше только, да. А так это рекордное за многие-многие-многие последние годы. И я считаю, что выиграла, выиграли вы, выиграла команда, выиграл престиж воронинского футбола. Еще один вопрос. А еще принято у вас. А кто у вас штрафник? Кто под всех без штрафов? Штрафник? У нас штрафники все. Если вы нарушаете режима или каких-то вещей, платят все штрафы. А исполняют это раз, да, немножко. Мы исполняем. Да, в том числе и я плачу штраф. Если я опоздал к отъезду автобуса, я сам себя наказываю, плачу штраф. Главное, что все зависит от ситуации. В прошлом сезоне вы видели великолепные мячи, забитые. Волен, жаляю вам все. Обладает, у нас многие игроки обладают. Вот сейчас пришел в команду Андрюша Мурнин, который до этого великолепно исполнял. И в своем предыдущем группе Sky Energy, который он несколько лет там отыграл, великолепно исполнял. Все. И мы надеемся на это. Последний сезон в Тосно тоже он исполнял. И, в подтверждение моих слов, он забил два великолепных мяча со штрафных ударов на предыдущем сборах. А все будет зависеть от ситуации. Вот место расположения штрафного, с какой точки бьется. И кто исполняет. С левой ноги, с правой, прямой, с подкруткой. Это уже нюансы чисто профессиональные. Спасибо. И у тебя еще вопрос к игрокам города. К кому конкретно? К Николаю Желяеву. К Николаю Желяеву. Нет. Сыграть сейчас. Качу вашу ногу. Сейчас немного лучше. Вот, сдачу, надо звучать в группе. Вот, надеюсь, в неделю через 2-3 уже смогу сыграть. Спасибо. Спасибо. А еще? Ну, я думаю, что вы здесь вот, пожалуйста. Ну, я тоже, боленщик, не должен со стажем, а больше 60 лет. Мне всего 76, 77, но я считаю, это еще не год. Хотя мой друг Роман Михайлович, покойный, старший медицин, мы его прекрасно знаем, всегда отвечали. Он не дожил на выход в НЛ. Надеюсь, что наши поколения еще дожили. Задачи не дожили, цели поставлены. Ребята, хочу вам пожелать в игре в ближайшем с Липецком настроиться супер предельно. Потому что, зная, выезжая даже в Липецк, с командой болеть за нее, эта команда настраивается костьми, вяжешь, чтобы отобрать очков у Патина. Хотя они ей буквально не нужны. Просто хочу, чтобы вы сохрали на результат. Не поддавались ни к каким-то впечатлениям со стороны провокаций, потому что они способны на это. И желаю вам выхода в НЛ и закрепиться там успешно. Потому что мы ездили даже с командой, когда и Ненко тренировал с Динамо, помните, решающий, и был матч. Думали, что Динамо обыграет, но не получилось. Желаю вам настроиться на ближайшую игру. Очень даже прилично. И вырвать победу. Пусть не хморявших каких-то счетов. Окинули, платье. Но, ребят, порадуйте перед праздником, перед Пасхой. На самом деле. Желаю вам удачи, здоровья и успеха. Спасибо. Живутые пошли. Здравствуйте, ребята, вы книги. Никита, кому ты будешь задавать свой вопрос, скажи? Президенту. Правильно, что же. Здравствуйте. Брат, а будет ли строиться манеж скрытый, как говорил губернатор Воронежской области? Если губернатор говорит, значит будет. Поэтому губернатор, по-моему, всеми своими делами и теми, которые происходят вообще в области, подтвердил то, что он говорит и делает. Поэтому я еще раз с этой трибуны и вместе с вами говорю спасибо Алексею Васильевичу за то отношение к спорту, которое есть в Губе. Чуть-чуть подними его. Как зовут? Здравствуйте, Андрей. Кому вопрос? Катуарный тренер. Танг Антелевич, пожалуйста. Здравствуйте. Как вы думали, пригодился бы Воронежскому флаку какого-нибудь ветерана российского футбола, например, Сычев, Воронеж, Володин? Это хорошего уровня игроки, которые на протяжении многих лет подтверждали в других командах. Но у нас другие ориентиры, у нас достаточно хорошая молодежь, и мы идем немножко другим путем. Мы создаем команду, которая сегодня будет решать задачу и решить задачу выхода ФРНЛ, и дальше с молодыми, эффективными игроками двигаться дальше. Ребята, которых мы назвали, они очень качественные футболисты, все, но лучшие годы их уже, скажем так, к сожалению, к великому сожалению, да. Я в Желе Алхонин, я с ним работал, все, в Волгоградском футболе, все, прекрасный человек, если чего, так же, и другие, все, но это... не наш путь до сегодняшнего дня. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Олег, у меня вопрос к президенту клуба. Все мы любим ходить на стадион профсоюзов, всем он нравится, не первый тот, мы там все сидим, и вопрос такой. Перед матчами домашними, конечно, очень рады километровой очереди за билетами, но вопрос, будут ли когда-нибудь вообще в жизни, доживем ли мы до того, когда введут электронные билеты? Все-таки мы живем вверх современных технологий, и гораздо удобнее дома сидеть и купить себе билет, нежели стоять по 3-4 часа за билет. Спасибо. Если ставится такой-то вострочный период, доживем ли мы? А реальный срок? Ну, реальный срок, во-первых, стадион, будем говорить так, что не клубный, а профсоюз, поэтому достаточно сложно с ними вести разговоры о том, чтобы какие-то нормы сходить. Вот сегодня мы подали заявку о том, чтобы, начиная с лета, стадион соответствовал требованиям. И есть определенные вопросы, которые ставит перед нами ЭКПС, и плюс безопасность, но мы вынуждены приводить на стадион те условия, которые требуются для проведения безопасного проведения игр за счет своих собственных средств, которые мы платим стадиону. Поэтому сказать, что завтра это будет, я не могу, но стремиться к этому будем в любом случае. Спасибо большое, потому что не просто, чтобы получилось так же, как в Самаре, со стадионом металл. Я согласен, Светлана. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Виктор. Балетич команды «Факел» в 1978 году. У меня даже не вопрос, а идея пожелания Евгения Михайловича. Вот на эти годы я, наверное, видел всех последних тренеров «Факела» действующими игроками. И через «Факел» прошло очень много игроков и тренеров, которые внесли большой вклад в команду. Вот нельзя было сделать так, чтобы хотя бы между таймами матчей несколько человек приглашали для того, чтобы их как-то чествовали и вспомнили. Потому что очень много игроков действительно ставили большой след «Факела». «Да, в принципе, в принципе, девушка хорошая и мы ее возьмем на вооружение. Поэтому абсолютно травишь?» «Кто-то живет воружей, кто-то живет уже вне города. Но я думаю, они достойны того, что…» «Я сама вас оставлю». «И я думаю, мы вместо И еще тогда мой сын хочет вам сделать подарок команде «Файкер», небольшой шутер-шутер. Давай, сын. Он хочет подарить свою любимую кружку команде «Файкер». Кому именно? Ваши дни. Компитан. 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 Мы смотрим, как играют сплошные навесы. Бездарная игра. Наша команда – это просто как лоток свежего воздуха. Так что, я наоборот, что не стучу. Александр Ильич, и второй вопрос. Как обстоят дела в создании футбольного интерната? Ведь не ворочий, а станок, а в скат. Спасибо за добрые, хорошие слова. Поверьте мне, я далеко не гений, а абсолютно земной человек. Гениальные люди вот здесь сидят за мной. Есть какие-то идеи, которые они воплощают. Это им огромное благодарность за то, что вы получаете истинное удовольствие от игры команды. Хотя мы прекрасно смотрим, очень шарфатично относимся к девичам. И вначале я сказал, были вы хорошие игры, были не очень убедительные. Но то, что команда прогрессирует и будет прогрессировать, нет сомнений, нет сифон. Нет сифон. Ну а то, что касаемо создания интерната, я к предыдущему задающему вопрос, я говорил о инфраструктуре. Конечно, должна быть стройная система, это интернат, это и детская спортивная школа, и команде факторов. Но, поверьте мне, это вопрос не ко мне. Если бы от меня зависело завтра, после завтра, я бы сказал, что вот у меня есть такая возможность. Это длительный процесс, который зависит от экономической ситуации, от финансовой составляющей в регионе. И все. Но я думаю, тут Евгений Михайлович отметил уже слова благодарности нашему губернатору, который очень много внимания команде уделяет, и мы очень благодарны, целим это. Все. Я думаю, эта проблема будет решаться. Но вопрос, что завтра, послезавтра, неправильная, наверное, будет постановка августа. И дезинформировать на этот счет, в смысле, я не вижу. Но то, что это будет, у меня нет сомнений никаких. Прошу вам. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. У меня вопрос к воспитаннику Липецкого футбола Антона Забаловна. Первый. А второй будет ко всей команде, в том числе к футболу. Антон. Здравствуйте. Антон, вот я сам раньше выступал за детские команды Воронежа, спортивнические команды Воронежа. Был такое мнение, что Воронеж-Липецк – заклятые друзья-враги. И наш тренер, насколько я помню, даже говорил нам такую фразу. Простить можно любое поражение, но только не Липецкой команде. То есть в связи с этим я хочу также команде сказать, что вас ждет 9 финалов, а один суперфинал, он 10-го числа. И вопрос такой, вот именно к воспитаннику Липецкого футбола. В чем мы должны не уступить в Липецкому металлу? Лучше вас, наверное, никто это не знает. Спасибо. Желание, я думаю. И мы, я думаю, полностью переграем Липецк. И я надеюсь, что приедем. В Воронежу 3 очка у нас, то что пойдет. Я не считаю, я буду все остаться. И ко всей команде еще будет вопрос? На самом деле, вы правильно сказали, что у нас будет, может быть, к счастью, может быть, к счастью, 9 финалов. Каждая из команд, которая будет играть, она будет настраиваться. И практически у каждого города, независимо, Диэнзе, это Тамбов, Тула, у них 2 игры в сезоне. Диэнзе в сезоне, это с Воронежским факелом дома и на выезд. Остальные для них какие-то второстепенные. Поэтому, действительно, всей команде сегодня надо настроиться на то, что с нами и особенно сейчас будут биться серьезно. Но мы с вами надеемся на то, что мастерство класс и уровень подготовки сделает свое дело. и мы все 9 финалов должны победить. Боже, что по всей недаватике хотелось бы. Вопрос ко всем. Наверное, главный тренер с президентом, скорее всего, ответил. Ну, насколько я знаю, на сборах вы посетили Олимпийский объект, правильно, в Сочи видели? То есть там перерывы между сборами. Вам понравилась сама экскурсия, самая мысль об экскурсии? Ну, я понимаю, вот, подоплеку этого вопроса. Немножко шире я отвечу. Да, действительно, мы посетили Олимпийские объекты, выбрали полдня, создать, создать ребятам и посмотреть то, что имеет Россия после Олимпийских игр. Но, скажу так, выражу общее мнение. Вот я, допустим, постарший человек, немножко, наверное, больше видел что-то в этой жизни. Я был поражен. Ребята были в этом уровне. Ну, скажем так, в восторге от того, что увидели. Увидели, во-первых, увидели инфраструктуру Сочи. Это Сочи-то Олимпиады и Сочи-Курсская Олимпиада. Это разные города, совершенно разные города. Спортивные объекты – это все что-то потрясающее. Ну, скажем так, в Швейцарии не увидишь таких возможностей, да, и подъемники, и все. Но это в России, это сейчас в России. Это дороги, это гостиницы. Это все-все-все, что включает в себя все время речи от слова «инфраструктура». Потрясающий аэропорт, великолепный вокзал, железнодорожный, все. Ну, здесь, наверное, простик нужно перебросить. Многие скептически очень относятся к тому, что вот зачем у нас Олимпиада прошла, да, такие деньги мы туда, скажем так, потратили в никуда. Вот, разговаривая с местными жителями Сочи, они сначала размущались, когда начиналась стройка, потому что в многие дороги, там был курортный проспект, из-за того, сарапота, допустим, железнодорожного вокзала, в центре Сочи один проспект был. Сейчас развязки, никаких пробок, ничего. Они возмущались, что сложности были сужены. Сейчас они радуются всему тому, что есть. Это все осталось в стране. И вот многие скептически говорят, зачем нам чемпионат мира 2018 года? А вот он нужен для того, чтобы не один в Сочи был, а 12 городов. Ну, я беру, допустим, не 12, а 10, где будут проходить игры. Особенно, как у нас стоит Москва и Санкт-Петербург, потому что там есть соответствующие, там и уровень гостиницы, и рак, и все. А это все, опять же, рабочие места. Это инвестиции, которые привлекаются. Инвестиции. Это деньги, вот, с 2018 года. Если в Сочи были международные алипийские комитеты, там, в основном своей массе денег, денежные потоки, да, то здесь будут деньги ФИФА и деньги спонсоров и привлеченных средств. Государственных денег не так много будет. Ну, это получит, может, порядка 10 хороших в мировом уровне стадионов, да, новая гостиница, новая начальность. Там, в общем, плюс. Просто отвечая на Ваш вопрос, я перебросил немножко все. Я немножко в другой смысле имел в виду. Я хотел бы, если это возможно, президент Куб спросить, то в конце сезона я хотел бы Вам лично от лица всех воронежских болельщиков, всей команде, можно с детьми, с женами организовать экскурсию по Воронежской области. У меня географическое образование, поэтому я в этом деле, в принципе, понимаю кое-что, так сказать. Поэтому я Вас приглашаю по кончению сезона. Можете со мной связаться, это совершенно бесплатно все, все желающие поедем. Костомару, Белогорье, Демногорье. Очень много, что нужно посмотреть. Это все в один день. Чтобы все видели, за которые Дон и Дон и Дон и Дон. Что встретили. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Антон. Я хотел бы поднять вратарскую тему. Во-первых, мы все очень рады, что Дима Терновский, наш воронежский парень, наконец-то в вас послужит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы лично решаете или с тренером вратарей это как-то обсуждается? Либо тренер вратарей полностью убирает, а вы принимаете его решение. Как это происходит в этом? Ну, то, что касаемо вратарской позиции, очень специфическая. Обглавка в команде. И у нас на сегодняшний день, я как тренер, счастливый, что у нас на сегодняшний день есть три абсолютно работа вратаря. Три абсолютно работа вратаря. У кого-то есть одно, качество сильнее у кого-то, но не бывает идеально. То, что касаемо выбора на конкретную игру вратарской позиции, естественно, у нас есть тренер по работе с вратарями, я прислушиваюсь к его мнению, мы обсуждаем эту тему. В окончательное решение по вратарю и по составу, естественно, принимаем эту тему. Еще есть у кого-нибудь вопросы? А, вот, давайте тогда. Кстати, не забудьте про конкурс на лучший вопрос. Евгений Михайлович, Пантелеич, вы тогда запоминайте. Здравствуйте. Андрей Зарецкий, меня зовут. Вопрос к руководству группы. Вы сами определите, кому удобно будет на него ответить. Евгений Михайлович, Евгений Михайлович, Евгений Теренчик. Вопрос такой. Планируется ли проведение открытых тренировочных занятий в этом сезоне, где когда вы не понимаете? Я думаю, Пантелеич. Ну, вы знаете, мы для прессы, для подельщиков всегда открыты. Всегда открыты. И если кто-то хочет посмотреть тренировочные занятия, ради бога, нет проблем. Нет проблем пазм, пизд, мы ни от кого не закрываемся, у нас нет, что скрывать, все открыты. Пожалуйста. Спасибо большое. Это как раз ваш сосед, уже у 100 метров от пазы, так что я обязательно... Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Константин. У меня вопрос такой. Собственно, поход на МГ Факела это уже тема рамочных победителей в Казахстане. Но хотелось бы, наверное, увидеть что-то большее. То есть, в случае выхода Фейна может Факел привести короче, то есть, привести матч с командой какого-то европейского уровня. То есть, Барселона, Ман-Сити, Ювентус. Ну поймите, мы уже проходили, мы уже проходили, мы уже проходили, мы уже проходили. Ну, пять лет прошло. Константин, я хочу к президенту вопрос, да? Нет. Если так прямо отвечать, то, наверное, все это будет в том случае, если мы выбираем хотя бы Кубок России и будем играть в Европу. Пожалуйста. Болельщик Сергеев, я хотел президенту задать вопрос по поводу того, что у нас болельщики восточной трибунной, и у нас громко, колонок нету. Большинство на центре стоят, кого-то меняют, что-то там сообщают, другие матчи, мы вообще не слышим об этом. Но жилье-то тяжело, провод, тяги, провод. Ну, не тяжело, это дело. Я сам не делаю. Я тоже, кто был, кто был, кто был, кто был, кто был, кто был. Я в свое время, когда еще учился, покупал билеты только на Восток. Честно, даже в солнце, не шаг, а вчера, не стараемся подпринять все усилия для того, чтобы обязать наши любимые профессионалы, чтобы все делать. А еще такой у меня вопрос. Большинство людей приходят с семьей, и дети, сейчас смотрим, молодежь приходит с девушками. На Буран ходят, радуются, Бобер наш, талисман вармышский. Там ходит он по секторам, пожалуйста, фотографируйте какая-то память детей и взрослых до жизни. У нас Бобер ходит по полю, а нельзя сделать или чужого масла, или какую-то форму они, чтобы по-первых, так же фотографировались что-то. Я думаю, это может приветствовать надо. Вопрос за вопрос. Попробовал жалко. Территория больше, чем на Буране. Ну, я понимаю, что на Буране мы все-таки там большинство... Вы сравнили два не совсем совместимого стадиона, когда стадион футбольного и Бурана там, коллеги там, ему будешь ходить где-то. Ну, я думаю, мы введем обязанность Бобра так, как раз. возможности, да. И уж пожалейте Бобра. У меня вопрос теперь главного прида. Павел Территорич, Павел Территорич, вы у нас здесь уже год, хотел бы вас спросить и узнать. Понравился наш город, болельщики? Как вы? Здесь все-таки уже что вы считаете, как говорится, не пожалели то, что вы пришли? То, что касаемо болельщики, я вначале сказал, что Воронеже это знает вся Россия, так что Воронеже уникальные болельщики, уникальные, беззаветно любящие футбол, свою команду и понимающие футбол. Это первая часть касаемо, за что мы вам очень благодарны всем. То, что касаемо города, красивый город, великолепная природа вокруг города, доброжелательные люди, все это. Я чувствую, все, я и моя семья здесь чувствуют очень комфортно. Спасибо. С вам удачи, ребята, всем счастья, все поручи, что вы больше нас радовали. С праздником предстоящего Днем Победы и Соли Светлой Бердой. Спасибо. Друзья, готовься, наверное, сейчас последний вопрос, потом президент и главный тренер подведут итоги и мы узнаем, кому достанется футбольный мяч. Все, последний вопрос. Здравствуйте, любимая команда. Какой вопрос, всем известно, что многие команды без сна испытывают проблемы и спорят. В каком качестве сейчас находится газон в Центральном Союзе? Вот, я видел. Кто будет отвечать? Про газон. В каком состоянии газон находится? Не будь готов, что как стул, что мать, перебесу там. Нет, 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 значит, газон под пленкой, он должен быть готов к 10-му, но сезон, он к 20-му, с 17-му, значит, я к 17-му, надеюсь, в хорошем состоянии, даже успею пару раз растереть. То есть, пока, растереть, то есть. Спасибо, большое удачу. Спасибо большое. Все, друзья, с вопросами вы за получили на сегодня. Дорогие друзья, вот, наверное, если ищаться не надо было по определению лучшего заданного вопроса, и я с удовольствием хочу пригласить на сцену молодого человека, который задал вопросы про штраф. Поднимайся сюда. Николай спросил, почему вы проиграли на петлю. Да, это можно. А мы с первым проиграли на петлю. Друзья, спасибо вам большое, что пришли. А сейчас в фойе у вас будет некоторое количество времени на неформальное общение с командой, с игроками. И, кстати, будет еще фото-сессия и автограф-сессия. Вот такие специальные вот такие специальные календарии вынесли в авторский файл, друзья. Я думаю, что спасибо вам большое. Евгений Михайлович, что я на последнюю часть. Я, как бы, в завершении нашей встречи сегодня здесь, в этом зале хотел бы прежде всего поблагодарить, что вы пришли пообщаться с любимой командой и команда тоже приветствует вас. объект. И хотела, вас пригласить всех на матч открытия. У нас так, когда сложился, что матч открытия практически решает для Донбова все, и матч закрытия решает все для Рязани. Поэтому вход и на это выбор на следующий, и на Рязани будет свободен. Поэтому приходите, поддержите нашу любимую команду!